Давай. Такой-такой. Молодец. Десять. Честное. Смелый мальчик Артём вызвался не только пройти обследование, но и нам продемонстрировать, что именно изучают врачи, когда ребёнок приходит в Центр здоровья для детей. Надо сразу оговориться, здесь не лечат, здесь советуют, как сделать так, чтобы подольше не обращаться к врачам. Основная функция данного отделения – это профилактика развития заболеваний. Здесь проводится скрининговое обследование. Выявляются факторы, которые влияют на состояние здоровья. И даются родителям рекомендации по мероприятиям для предупреждения развития заболеваний. Центр здоровья для детей открыт в 2011 году. Ежедневно его посещают более 40 детей. Здесь проводится сразу несколько исследований. От уровня физического развития малыша до параметров работы его организма, таких как наличие кислорода в крови или объёмы лёгких. Результаты тут же обрабатывают специальные компьютерные программы. Трубочку вставить, вдох, выдох. Видите, результат сразу выдаёт. Нормально. Кроме собственного обследования здесь проводятся и школы здоровья, в которых специалисты рассказывают о правильном и рациональном питании, двигательной активности, нормальном режиме дня для ребёнка. Наш доктор, он проводит лекции, рассказывает, даёт рекомендации, что-то изменить. Работают с посетителями в два этапа. Первый – это, собственно, обследование. И второй этап – консультация. Во время неё на основе полученных результатов опытный врач-педиатр даёт родителям советы, что необходимо поменять в питании или образе жизни ребёнка. И делать такие встречи нужно как можно чаще. Основная рекомендация – это ежегодное обследование в Центре здоровья. Сюда могут обратиться дети не только, которые прикреплены в детскую поликлинику, но и дети, которые прикреплены в другое лечебное учреждение. Чтобы попасть в Центр здоровья для детей, направление не нужно. Всё, что необходимо – записаться на обследование и консультацию. Если загруженность небольшая, то примут сразу, либо в течение двух-трёх дней. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.